Они обещали решить проблему и вернуть в качестве моральной компенсации несколько миллионов рублей. И вновь очередная саровчанка поверила голосу в телефонной трубке, который утверждал, что женщина пострадала от действий мошенников и ей полагается возмещение всех затрат. За услуги, за свои, как они их назвали, регистрационные сборы, они попросили некую денежную сумму для того, чтобы помочь собрать документы, подать исковое заявление. Не убедившись в достоверности информации, женщина перевела неизвестным лицам более 200 тысяч рублей, но так и не дождалась обещанной компенсации. Другая жительница нашего города также неизвестным лицам сообщила свои паспортные данные, номер карты и СМС-коды, после чего со счета было списано 45 тысяч рублей. Представились сотрудниками отдела по перехвату мошеннических действий. Якобы это новый отдел в банке. На дорогах на прошедшей неделе тоже было неспокойно. В трех ДТП пострадали люди. Первое из них произошло на улице Курчатова. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса такси. В результате ДТП пешеход получил телесное повреждение и был господизирован в травматологическом отделении. У него подозрение на стрессе головного мозга и выбиты были зубы. Водитель такси выехал на пешеходный переход, не убедившись, что перед остановившейся слева машиной отсутствуют пешеходы, и совершил наезд на 10-летнего мальчика. Удар был такой силы, что ребенок оказался на капоте. Видео мы изъяли. У автомашины, которая двигалась следом, там все прекрасно видно. И мальчика видно, который переходил дорогу. Как таксист не увидел, там непонятно. Сейчас в отношении водителя проводится административное расследование. И в зависимости от того, какой тяжести телесные повреждения получил ребенок, будет принято правовое решение. Елена Крискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.